Намашкар, друзья! Сегодня я буду вам покажет, как готовить масала чай. Масала чай это самое главное, национальное индийское такое блюдо, которое люди называют как чай, с масалами, со спицами. Она очень вкусная, она молочная и дает большую энергию человеку. То давай сегодня я вам покажу, как готовить масала чай. Вот, сегодня у меня есть все разные спицы. Есть у меня корица, гоздика, бадьян, перец и кардамон и имбирь. То всегда запомни, раз, два, три, четыре, пять и все. Все ингредиенты уже достаточно для приготовления масла чая. И конечно нужно там черный чай хороший, сахар нужно и одно такое обычное как кап, что надо понять, сколько есть размер. Если вы хотите готовить для четыре человека этот чай, то надо обязательно водички, как четыре такой стакана. То сейчас я положу, уже у меня есть такой красот. Я буду готовить это масло чай для два человека, для меня и моя красивая супруга и Нюлья. Сейчас я буду положить здесь сразу два полных стакана водички, то я буду готовить это чай для два человека. То сколько будет человек, сколько будет надо чай, так надо сколько водички тоже. Но все равно эта вода уходится тоже там, молоко там начинается тоже. Поэтому лучше начинается так, что сразу была готова водички там правильной размерки. Сейчас я включу огонь и подожду до времени, когда начинается эта вода уже как кипяток. Когда уже вода начинает кипяток, тогда я буду плавить там все мои спицы. Вот, друзья, видим сейчас уже вода, кипяток уже есть, что готово водички сейчас. Вот здесь у меня есть специальный икея продукт, где я буду мешать все мои спицы, которые сухие спицы. Первый я положу здесь корицу, корица уже такие не сухие, первый мешал они тоже чуть-чуть вместе. И очень важно, когда мы хотим положить все спицы, надо обязательно делать спицы, такое, открываем спицы здесь, то они будут больше ароматные там, будет больше, как лучше здесь. То есть я положу кардамол уже, положу там еще перец, и гладьян, и положу там гоздики, и имбир, еще есть время для имбиря. И теперь я положу все сухие спицы, которые сухие, и мешаю они хорошо, то есть они все отпевали, они чувствуют больше ароматные здесь себе. Видите, да, как они ароматные уже готовы. И запах масала чая, это чистый запах масала чая, 100 человек чувствует запах масала чая, это вообще это 3, это 4 спицы, которые называются здесь корица, кардамона, и гладьян, перец, и что еще там есть? Гвоздика. Гвоздика. Спасибо, Нюля. Вот, видите, вода такой кипяток сильный. Вот, сейчас я положу все здесь спицы. Опа. Спица уже есть. И начинаю мешать, эта спица хорошо, уже начинается вода как красивая, так видно также как спица. Ого-го. Вот, сейчас уже я положил спицы, спицы уже видно не совсем как в водичке, там уже спица на воду есть. Потом я сейчас положу имбирь. Ну, конечно, имбирь просто так нельзя, поэтому надо обязательно тоже имбирь, надо здесь, стоп, они получились чуть-чуть отпевали себе еще хорошо. То сок имбирь начинается такой, как более мягкий и сразу приехал на водичке. То мы не тратим время, что имбирь варить будет там долго, да? То лучше вот так открываем, все хорошо будет. И положим сразу на водичке, мы здесь. Угу. И продолжаем еще 1 минуту и закрываем здесь. Только 1 минуту и уже будет готов водички самосадами. Вот, сейчас уже водички там кипяток с имбирами и все спицы. Сейчас я буду положить там сразу наше черный чай. Тоже чай черный сделано, такой, как гранатный масло чай. Гранулированный. Гранулированный масло чай, потому что если просто листочник, он не дает такой вкус, который нужен вообще, настоящий вкус для масло чая. И здесь есть такой, почти 3 стакана водички. Здесь тоже положим 2 чайной ложки масла чая. Опа. И чуть-чуть больше для радости. И чуть-чуть больше для внутренний мир. И все. Так достаточно. И если положим уже там черный чай, то можно сразу положить там сакар. Сакар лучше положить не очень много. Если мы готовим только для 2 человек, то можно 1 ложка и 2 ложка. Это достаточно. Очень много там сакара. Но все равно там будет молоко. И это чай будет готовить, конечно, не только для 2 человек. Можно как-то повторять больше еще масла чая. И здесь можно как-то 3, либо 4 человека тоже можно попить здесь на такое количество масла чая. Вот видите, как готовится вкусно и красиво. Такие черные ароматные масла чая. Боже мой. Боже славный. Бог славный. Уже здесь вода кипятит уже с черным чаем. Уже пошел уже почти 2 минуты. Сейчас я уже подготовлю для себя молоко. Молоко тоже половин. Если у вас есть 3 стакана водички, то 1 стакан молоко, либо 2 стакана молоко, то есть как вы любите сливочный масла чай. Это у нас аровидический масла чай. Поэтому я буду чуть-чуть положить это куркума. И здесь на молоко сразу. Это куркума на молоко. Вот так. И мешаю чуть-чуть сразу. И потом это молочное куркуменное молоко будет сразу на... Где? На масла чай. Конечно. Сейчас положим. Это благословое молоко куркума. О, хо, 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 хо. О, хо, 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 хо. Вау. Уже благословое молоко ароматное с куркумой уже приехало на наш масла чай. Но, конечно, когда мы положим здесь молоко, как раз и начинается главная работа готового масла чая. Потому что вода и молоко это два разные, это получается, как водички элементы. И они очень важны, как большой союз специальных температур. Поэтому сейчас мы только планируем молоко, поэтому дадим сейчас температуру обычную, как горячую, сильную. Потом мы планируем эту температуру чуть меньше, то на этот кипяток просто вода и молоко мешают очень хорошо. И когда она начинается как непросто чувствовать, когда она кускает чистую воду либо молоко отдельно. Когда наоборот она получается как место это чувства, место это куска, то только тогда получается правильный масло чай. Молоко, молоко, черный чай и молоко готовить быстрый масло чай, ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла. молоко молоко черный чай молоко готовит очень быстро масала масала чай вот сейчас получается как молоко и водички уже как такой союз но все равно я хочу как это молоко еще водички еще мешал минут это можно обычно это получается как 3-4 минут когда мы плавим здесь молоко и когда начинается молоко очень хороший кипяток и самое главное температура чуть меньше то она просто мешает без проблемами вот друзья посмотрите как она плотная часть молоко варился очень хорошо да вот сейчас уже понятно уже как наш масла чай готовы то можно уже выключить и огонь сразу здесь и конечно там нужно сито через сито мы хотя соседа из пицца не приходит на ваши чашками ну сейчас меня спица уже они лежит ниже то я могу просто обычные суп не ложками как положить себе масла чай потому что я люблю спица меня вообще не мешает они вы я рекомендую лучше бить сита и сейчас я попробую это горячий масла чай конечно нас ниха чувство мой язык горяч горячий било здесь видите да там таки спица видна аромат ваше настоящий бог очень вкусно просто очень вкусно